ребят всем привет гараж ремонт сегодня приехал к нам ford fusion надо поменять ремень грм и помпу поменять начали мы разбирать уже вот сейчас я вам покажу чё где как как разбирать так внизу ребят снимаем защиту чтобы подлезть снимаем бачок здесь у нас бачок расширительный снизу защиту еще снимаем такой вот пластиковую сливаем антифриз потом снимаем мы подушку снимаем этот генератор снимаем и генератор вот эту шпильку мы тоже скорее все надо будет открой чтобы снять вот этот этот кронштейн и также снимаем и кожух после чего как мы все снимем снимаем уже ремень грм также там помпа но я сейчас дойду до этого я вам покажу так ребят продолжаем мы снимать ремень грм сняли мы крышку открутили там внизу еще болт был еле нашли его там все в масле открутили его сняли от помпы ролик вот этот от помпы шкив сняли так сейчас мы будем дальше дальше мы снимем крышку клапанную будем выставлять метки потом будем снимать ремень и внизу будем шкив снимать сам поменяли мы грм поставили новой поменяли мы помпу вот она старая у нас помпа она у нас стоит вот так получается вот так она стоит здесь у нас стоит натяжной ролик вот здесь вот так в этом ролике так вот он ролик у нас старый у него чтобы его закрепить нужно вот это вот стянуть пружинка там такая пружинка стоит вот здесь пружинка нужно так стянуть и чем-нибудь дырки заделать ставить потом как мы ставим нам надо будет вот этой вот штучкой вот этой ушком таким попасть вот сюда вот и вот так мы вставляем его сюда вот так вот он у нас будет стоять потом отсюда вытаскиваем и он пум расширяется и сам автоматически натягивается помпа в принципе не скажу что плохая не люфта ничего нету сказали поменять меняем вот так дальше так внизу у нас мы снимаем защиту снимаем также у нас стартер ой стартер генератор откручиваем его отводим и у нас на и вот этой шпонки вот здесь вот эту пластмассочку снимаем вынимаем ее тут три болтика один снизу и два сверху вытаскиваем ее и меняем уже снимаем грм он снимется потом также и обратно поставили мы ремень грм вот мы еще не вытаскиваем еще у нас не натянут вот так натянули поставили сюда шестигранчик такой вот он его вытаскиваем и автоматически натягивает не вот этот сейчас мы будем ставить шкив будем выставлять метку мертвую точку по первому цилиндру будем выставлять сейчас мы будем крутить кишки шкивом будем выставлять метку после метки будем выставлять но сейчас как дойдем до туда ну валы будем выставлять сейчас как мы дойдем до туда я вам сниму покажу так прежде чем ставить шкив обязательно вот так помажьте солидолом болт чтобы когда закручивать он особо не крутился передние вот эти в какой там не распредвалы чтобы не крутила что там не сбивалась ничего либо если будет крутиться все равно вот эти вот болты открутите закручивайте вот мы колесо не стали снимать в принципе тут и так можно подлезть вот мы вставляем тут шпонки ничего нету никакой шпонки вот так вставим его будем при вставлении его так чуть-чуть прокручивать в обратную сторону и он вас легко войдет и также болт вкручиваем насколько болт на 19 так все сейчас мы затянем сейчас мы затянем выставим метки покажу как выставляются метки и будем собирать все в обратном порядке смотрите далее так ребята установили мы нет крутить уходит она установили устанавливаем мы мертвую точку уходим значит его мы ее тянем сейчас мы установили здесь мертвую точку верхний поршень должны у нас совпасть вот эти метки здесь раз и два между ними должна такая пластинка 5 миллиметровая стать пока не состоит не встает сейчас мы будем дальше смотреть почему не знаю что так ребят выставили мы сжигание по идее вот мертвая точка у нас первый цилиндр вверху и вот так у нас должно быть вот здесь вставать 5 миллиметровая вот такая вот штучка но мы взяли штангель дает штангель взяли у нас ее нету вот мы настроили зажигание так валы должны стоять по-другому их не поставить сейчас мы будем натягивать ролик вот здесь у нас все поправили будем натягивать ролик чтобы натянуть ролик нужно вот эту вот штучку вы дерут просто вы дергаешь и он пом автоматически натягивается сейчас мы сделаем дальше покажу что как все мы все собрали зажигание выставили сейчас попробуем машинку завести нормально мы выставили нет проверим по идее должны все хорошо бы сейчас снизу еще кожух вот этот остался внизу прикрутить залить антифриз и запустить машинку сейчас я залью антифриз и кожух он внизу прикручивается вот так он стоит внизу покажу если что сейчас вот если что интересно будет в комментарии пишите спрашиваете так ребят запустили мы машинку все работает как надо так ребят но на сегодня все ford готов заменили ему рамень гарем попу поменяли залили антифриза машина завелась настроили зажигание как бы машину все на ходу можно как бы забирать вот все на сегодня все всем пока ставьте лайки